Как обычно развозя почту, почтальон Нейт Оулман заметил в канаве у дороги животное. На дне канавы свернувшись в клубок, лежал покрытый ранами пес. Остановившись на одном пункте, почтальон заметил в канаве у тупиковой дороги обессиленное животное. Это был старый пес. Съежившись от холода, он лежал на дне канавы и почти не шевелился. Эта история случилась в Миссури, США. Сердце мужчины не выдержало, он спустился за бедолагой, взял щуплое тельце на руки и повез в ветклинику. Старый пес плохо видел и почти не слышал, поэтому вел себя спокойно и податливо. Почтальон был его единственной надеждой. Нейт оставил пса, которого назвал Слоун, в клинике и дал сотрудникам свой телефон, чтобы ему сообщали о состоянии друга. Мужчина был рад спасению бедняги, но кто и зачем сделал это с беспомощной собакой? Я думал о том, кто и зачем мог сделать такую ужасную вещь с невинным существом, рассказал Нейт. Мне было больно думать, что у него никого нет. Я скептик во многих отношениях. Но я верю, что должен был найти его. Из клиники пес Слоун поступил в приют Кейси Пэт Проджект. Все сотрудники, ужаснулись его состоянию. Тощий с язвами по всему телу, старичок едва стоял на лапах. Только усиленный курс лечения и постоянная забота начали приводить его в чувство. После приюта Слоуна отправили на передержку для последующего лечения. Здесь он начал расцветать и стал обычным жизнерадостным песиком, которому просто нужна любовь. Совсем скоро настало время подбирать постоянных хозяев. И волонтеры знали, кому звонить. Нейт все это время ждал, когда же друга можно будет забрать. Он был счастлив встречи с псом, а Слоун сразу узнал спасителя. Это любовь. Жизнь с любящим хозяином – сплошное счастье для старенького пса. Ведь этот мужчина подарил ему новую жизнь. Слоун – пожилой пес, и видимо он долгое время жил в одной семье. С ним поступили бесчеловечно. Но я показал ему, что такое человечность и любовь, говорит почтальон. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До новых встреч!